На Ставрополе планируют направить на ремонт больниц 20 миллиардов рублей. Планами по развитию первичного звена здравоохранения губернатор Владимир Владимиров поделился в ходе пресс-конференции. Он отметил, что соответствующий краевой проект уже находится на рассмотрении в Москве. Президент Владимир Путин дал регионам месяц, чтобы составить свои программы развития в этом направлении. Край задачи справился уже 10 января. Ждем решений из Минздрава России. В Ставропольском крае появится новый научный учебный центр. Его планируют сделать в рамках программы «Дети Ставрополя», которая стартует в 2020 году. Губернатор Владимир Владимиров во время своей ежегодной пресс-конференции рассказал, что проект будет работать на базе двух школ края и нацелен на то, чтобы школьники обрели возможность получить хорошее образование с научным уклоном. Глава региона также отметил, что в крае уже начали переоборудовать школьные кабинеты химии, физики, биологии и информатики. На Ставрополье за год преобразили 236 объектов. Это стало возможным благодаря губернаторской программе поддержки местных инициатив. В общей сложности было выделено почти 700 миллионов рублей. Итоги работы подвели в Краевом министерстве финансов. В регионе благоустроили 101 парк, обновили 56 объектов культуры и построили 40 спортплощадок. Из Краевой казны в прошлом году направили более 400 миллионов рублей. В этом году финансирование увеличится. Отметим, что бизнесмены вложили 11 миллионов, а общий сбор населения – 22 миллиона. На Ставрополье активно готовятся к одному из главных православных праздников – Крещению. В этом году она пройдет в ночь с субботы на воскресенье. Уже организовано больше 80 купелей, и это число с каждым днем растет. Несмотря на то, что в местах массового купания будут дежурить спасатели, не стоит забывать о личной безопасности и придерживаться простых и важных правил – не купаться в состоянии алкогольного объединения. Совершать омовение лишь в тех местах, где дежурят специалисты и есть кому прийти вам на помощь, в случае чего. Священники, в свою очередь, советуют не геройствовать, проводить обряд лишь в том случае, если есть силы и позволяют здоровье. В Кисловодске 70 школьников пригласили на Рождественский бал. Отличники учебы и успешные в других сферах ребята проведут изысканный вечер 19 января в Курзале. Участников ждут не только танцы в изящных нарядах, в программе вечера, мастер-классы, праздничный фуршет, а еще несколько фотозон. Отметим, что Рождественский бал уже стал традиционным. Он пройдет четвертый год подряд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова